Если против таких теннисистов, как Вернольд Шлагер, иметь балансовую пользу, это говорит о том, что ты становишься уже в один ряд с такими великолепными мастерами маленькой ракетки. Ну а сейчас как раз вот эта встреча, на которую пришли посмотреть по большому счету немецкие болельщики Тима Болл, который, как я уже говорил, является фаворитом этих соревнований. Он является прошлогодним чемпионом этих соревнований ТОП-12. Вернольд Шлагер уже не молодой теннисист по 30, но то, что он показывает и демонстрирует, конечно, это как-то завораживает. В первую очередь, прекрасное выполнение подач, которыми владеет теннисист, а вы сейчас в полном блеске эти подачи увидите. Мы видели один из немногих матчей, как раз то, что показывал спортивный канал НТВ+, как раз встречи между Боллом и Шлагером, когда Шлагер имел преимущество и буквально только в последних партиях Болл смог переломить ход встречи в свою пользу. Как раз посмотрите, как сейчас он поймал Бола на подачу, Вернольд. Поздравление тема Бола и приветствую. Вот такие выстрелы, как удар кнутом, конечно, характерны сейчас для игры многих ведущих теннисистов мира, но в случае то, что Шлагер демонстрирует. Очень хорошо сейчас. Вроде бы, Шлагер обманил Бола и в то же время Болл очень хорошо с полулета. Этот мяч перехватил таким мощным вращением в своем правом выигрывании Тачко. Хорошо сейчас перекрутил, конечно, Вернольд, этот мяч. Мяч был довольно трудный, который шел ему в корпус. О, 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 О. Олеколепно сейчас, два-завыстрелил справа с лагер. Спасибо. Большое преимущество у Вернера в первой партии, очень уверенно, Вернер ведет сейчас контроль вообще над всем матчем в целом первой партии, 7-2. Вернер ведет, 3-7, 3-8. У французского теннисиста. Вернер ведет, 9-4. Вернер ведет, 9-4. Как хорошо сейчас сделался резко шлагер. Начало атаки было не очень хорошим для Тима Боула. Смотрю, что вы уже останавливались как раз на том, что Тима Боула входит намного тяжелее, чем, предположим, тот же шлагер или тот же сейф, матч. Но опять отдает довольно легко, надо сказать, отдает первую партию. Но потом уже идет прибавление, прибавление в точности в классе игры. Посмотрим, как сегодня сложится матч против шлагера. Как мы видим, шлагер, конечно, контролирует весь матч. Очень уверенно играл в перекруте. Имел полное преимущество. Вот я уже вчера говорил в репортаже. Замечательный прошлый теннисист Тишсен Корпо. Великолепный теннисист, который был у нас неоднократно в Москве. Занял на первенстве Европы второе место. Проиграл тогда только в финале Хансу Альсеру. Стал вторым призером первенства Европы серебряным. Был в свое время один из сильнейших теннисистов мира. Зрители, конечно, поздравляю. Сейчас как-то приветствуют тему Бола. Поддерживают его. Которые пришли конкретно посмотреть на его победу. О-о-о, хорош. Конечно, хороший был Шлагер. Дважды он поднимал практически мячи с пола. И если говорить о таком ведении игры, то оно в большей степени характерно, опять же, для коленекоса Крианги, который великолепно играет вот такие мячи. Сейчас мы увидели, как Шлагер очень хорошо поднял дважды эти мячи. Вот, опять же, не просто блок, а именно чуть-чуть проводят кисти вперед. Создается дополнительная скорость. И такой великолепный, как Шлагер, должен только проводить этот мяч глазами. Потому что реагировать на этот мяч очень трудно. Продолжение следует... Продолжение следует... Конечно в перекрутии и бол очень усилён, он сейчас очень мощное вращение, он показал свое право выиграю третье очко. На своих подачах, по крайней мере, пока есть впечатление, что шлагер на своих подачах более уверенно играет, чем бол на своих. Потому что имеет такое большое преимущество, посмотрите, мощное вращение имеет возможность шлагер наносить, что он очень хорошо использует, выигрывает это очко. Даже в данном случае Булу очень было трудно придать какую-то скорость, свою скорость этого мяча, настолько стремительно было выполнение вращения со стороны Вернера. 6-3 Пока не может найти каких-то рычагов управления против шлагера Тима Болл. Опережает скорости Бола Вернер. Так мощно, красиво. Вторая партия очень легко складывается по счёту для Вернера Шлагера. Пока ничего не может сделать Тима. Тима Болл. 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 Очень хорошее выполнение подачи, посмотрите, мяч ложится почти посередине, но не вылетает за заднюю кромку стола, к этому вращению добавляют очень много, вот посмотрите, сейчас как раз оператор показывает боковое вращение, и чуть-чуть неправильное подведение угла ракетки к мячу, создает вылет мяча за заднюю кромку, что позволяет шлагеру атаковать. Вот, что мы как раз видели, прекрасное исполнение вот этого технического приема шлагера. Мне кажется, что как раз сейчас Тима Бола говорит про эту проблему, вот этой подачи, с которой он пока не справляется. Я уже говорил, что, конечно, в Германии достаточно количества зрителей пришло на эти соревнования, и настольный теннис очень популярный спорт. Здесь, в Германии, я имею в виду, как раз говорилось о технических каких-то сложных видах спорта, и настольный теннис причислили к самым сложным видах спорта. Но единственный конкурент – это спортивная гимнастика, потому что он сложен, в первую очередь, по комбинации вращений. Одних подач в настольном теннисе порядка двух тысяч. В первую очередь вы посмотрите, как очень хорошо парирует выполнение подачи Вернер, очень хорошо оставляет мяч усилий. Тима Болл может начать атаку, но не так острое. Но не так острое. Такой остроты начала ведения игры у Тима не наблюдается после своей подачи. Насколько стремителен, вы посмотрите, насколько стремителен лагер. Это довольно редкое явление, конечно. Мяч очень высоко поднялся в воздух в зале и все-таки опустился на сторону шлагера, вы сейчас видели. Третья партия – большое преимущество Вернера, как мы сейчас видим с вами. Первую подачу, которую хорошо сейчас выполнил на приеме, прямую подачу выполнил как раз Тима. Третья партия – 3, 7, 1. Третья партия – 3, 7, 1. Ну, сейчас как раз наглядно было видно, в чем сильнее шлагер выглядит в данной встрече, если сравнивать шлагер и Бола. Конечно, Вернер очень хороший, вот посмотрите, сразу перекрутие второго мяча, если даже, ну, я имею в виду, первый – это прием мяча, второй – сразу мощная атака. Мы видим, что, может быть, и сейчас игра шлагера в этом изменилась, почему-то он стал острее, он стал острее как слева, так и справа. У него меньше стало промежуточной игры, понимаете? Вот, посмотрите, моментально, хотя было неудобно, он завершает атаку, сразу мощное вращение справа, в корпус, прям Тима Болу. Посмотрите, вот он на деветочку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень остро, конечно, сейчас играл Вернел, если бы попал, то наверняка это было два очка. Это очень хороший прием, демонстрирует шлагер подачи, выигрывает десятое очко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИ СЕЙФО АПЛОДИСМЕНТЫ Вот… КТАК КАК Б фот… АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ в игре с сейфом 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 9-10 9 9 9 9 10 10 10 И по партиям уже второй матч подряд, как мы видим, Тима Бол проигрывает по партиям 3-0. Как сейчас сложится целый матч для Бола неизвестно, потому что очень хорош шлагер. В игре против Тима активный, резкий, опережает Бола. В быстроте ведение игры опережает. Конечно, немецкие зрители, болельщики будут очень расстроены, если исход этого полуфинального поединка будет не в пользу Тима Бола. Но спорт и спорт. Мы сейчас видим, что шлагер в своей игре очень много сейчас элементов усилил. Стал острее во многих компонентах ведения игры. Демецкие болельщики не могут смириться с тем, что Тима Бол проигрывает. 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 Удобно сейчас для себя очков проигрывать Тима. Вот это тот мяч, который, конечно, он в большинстве случаев выигрывает. Мяч такой был навесной, под правую сторону. Ну, тем не менее, счет 1-1. Да. Поскольку стремительный Вернер в атаке, конечно, если бы этот мяч попал на сторону бола, среагировать очень трудно. Просто взять, а среагировать, подвести ракетку к нему. Стремительно. Три, два, три. Три, два, три. Движение, атаковал. Великолепен был сейчас в розыгрыше этого очка. Шлагер. Да. Очень хорошая подача будет и с высоким подбросом. Сейчас выполнил Вернер. Болт предоставляет возможность после приема этой подачи. Шлагер атаковать. Лэд балл, 4, 4. 4, 4. 4, 5. Лэд балл, 4, 5. 5, 5, 5. Очень мощный играл, опять правый угол. Ну, в данном случае, конечно, это сейчас по влияло на исход розыбыша 2 очка. Вот мяч задел верхний край сетки. Вернер ошибается. Ну, хорош был в атаке, конечно, шлагер. Вот сейчас на приеме. Был хорош Тима, как вы видели, что не дал возможности Вернеру начать атаку в своем вращении. Хороший был очень прием, подача выполнена Тима. 5, 6. Ну, а сейчас мы увидели обратную картину. Такая возможность была предоставлена. И очень хорошее выполнение вращения через середину. Прям по белой линии, посередине, по белой линии пустил мяч шлагер. Через середину. 6, 6. А вот сейчас Тима. Сыграл с полу-левого к своему левому вращению. 8, 6. Отрывается чуть-чуть в счете Тима Бол. Ну, сейчас мяч был завышен над сеткой. Конечно, этим сразу воспользовался шлагер. Выиграл седьмую очко. Слез с впечатлением, что Тима Бол допускает до критической вот такую игровую ситуацию. Проиграет 3-0. Потом прибавляет в игре 9-7. Конечно, эта партия, она очень хороша для Бола. Демонстрирует остротокующий масштабный теннис, который характерен для него. Мы видели его во многих встречах. Сейчас он в этой партии инициативой, конечно, полностью владел. На протяжении всей партии. Выигрывает четвертую партию. Один вопрос у многих болельщиков. Наверняка присутствует, как говорится, в голове мысли. Будет ли сценарий вот этого поединка похожий на сценарий четвертьфинального матча против бельгийского теннисиста Жан Мишуль Сейва? 3-0, 3-1. То преимущество, которое было у Сейва и в данном случае у шлагера, вот в данной партии этого уже не было видно. Ну, все-таки шлагер – это не сейв. Какие-то резервы поднимает себе Тима Бол. Ну, своеобразная фора, которая дается Болом своим оппонентам, конечно, она несколько большая. Я уже говорил, что она фактически, потому что играет до четырех партий. В этом матче – шлагер – лавол. Субтитры сделал DimaTorzok Очень удобно сейчас для себя очко проигрывать его бол Хороший сброс, он сейчас демонстрировал своей правой стороной Очень хороший удар через середину Дает выигрыш очка второго Пользует ему болом 2-2 Хороший сейчас прием подачи был выполнен со стороны Бола, но в то же время Хороший был шлагер Дополнение к выполнению подачи Хороший сброс мяча Примонстрировал левый угол 3-3 Если мяч не вылетает за заднюю кромку стола Значит нападающий должен обладать Вот таким техническим приемом Очень хорошим кистевым сбросом мяча Я сейчас опять обращаюсь к молодым теннисистам Если они смотрят нашу трансляцию О, sweet АПЛОДИСМЕНТЫ ПЛОДИСМЕНТЫ ТИГНАЛ СИГНАЛ NFL top 5 ПЛОДИСМЕНТЫ ПЛОДИСМЕНТЫ Ну, чтобы среагировали на такой мяч, конечно, это очень проблематично. Просто Тима Бол ожидал именно удар, вот и в середину подставил ракетку под мяч. Потому что настолько большая скорость этого мяча, видите, даже не сдвинулся с места, просто ракетку подставил под мяч. Что-то было сейчас наглядно видно на повторной картинке оператора. 6-4 был впереди, хороший наш лагер. Вот выполнение этого элемента, вот о том, что он надеется на победу в этой пазе, потому что технический элемент был выполнен, ну, просто великолепно. Сколько он был труден мяч для выполнения этого элемента. 5-5 был впереди. Хороший прием. Хороший прием выполнил Бол. Не дал возможности сейчас остро сыграть Шлагера. 8-5. 9-5. Гол. Лайплин. 9-5. Недоволен Вернер, конечно, такой ключевой очко. Не выполняет подачу. Лайплин. 9-5. 9-5. Ну, что можно сказать? Вы сейчас сами все видели. Какая-то происходит дополнительная мобилизация у Экима Бола. 3-2 по партиям. Все, что получалось у Шлагера в первых трех партиях, мы не видим никакого повтора таких ключей. Пропадает куда-то острота, пропадает быстрота выполнения технического приема. 3-2. Честно говоря, мне давно не приходилось видеть такого великолепного теннисиста, но в лице Тима Бола, который давал своеобразную фуру по три партии, игра до четырех. То есть подходить к какой-то крайней черте и после этого начинать игру с нуля. То, что делает вот Экима Бола. Так, что вы хотите сказать? Павел Лобол. Гуан Лоб. Гуан Лоб. Гуан Лоб. Прекрасно выполненный сейчас ток спин через середину. Приносит Тима второе очко. Создается впечатление, чисто внешне, как будто шлагер встал на месте. Пропала вся скорость. Ну, чисто внешне. Играет только Бол. Счет 1-2. Гуан Лоб. Гуан Лоб. Если мне не изменяет память, по-моему, первый прием вот с такой быстротой выполненный на приеме подачи, конкретно на приеме подачи выполнен Тима Болом. 3-1. Впереди шестой партии. Гуан Лоб. Счет 1-2. Гуан Лоб. Гуан Лоб. Гуан Лоб. Гуан Лоб. 5 очень хорошая, сейчас его очередь Шлагер выполнил вращение через середину 3-5 Зрители воодушевились Болеют все, наверное, болеют Естественно, за тему гола Лед баль, лед баль 5-4 Насколько стремительно сейчас было продолжение Опять со стороны бола Сейчас вы все наглядно видели Даже Шлагер не успел руку опустить Для выполнения правого вращения Ошибается 6-4, Тима впереди На подаче Вернер Болеют все, наверное, болеют Болеют все, наверное, болеют все Сидно, сповы, гроба 9-4 КОНЕЦ КОНЕЦ Как Вы сами понимаете, ситуация сейчас следующая. Вернон хочет поменять свою ракетку. Какие-то вопросы возникли у шлагера и рефери. КОНЕЦ Как Вы сами понимаете, все равно он показывает на то, что произошла царапина со стороны черной накладки, которую играл шлагер. КОНЕЦ КОНЕЦ Из Германии, Сарбрюкин, где проходит, уважаемый любитель настольного тенниса, ТОП-12, где сегодня собрались лучшие теннисисты Европы. И сейчас мы показываем Вам опять женщин второй четвертьфинальный матч между ЩОП. Замечательная немецкая теннисистская, это китаянка, которая уже достаточно продолжительное время живет в Германии. Играет за национальную сборную против Штеф. Если говорить о мировом рейтинге, то ЩОП у нас 29 строчку занимает, а Штеф 7 строчку. Но несмотря на то, что Штеф и помоложе, и вроде бы рейтинг у нее повыше, 2-0 по партиям ведет ЩОП. Прекрасно ведет игру. Мы уже видели эту теннисистку неоднократно, видели технику ее защиты. То есть это, как говорится, как наглядное пособие в передвижении, в технике исполнения защитных приемов. Она знает, когда подрезать, когда напасть. И вот сейчас мы видим, как она прекрасно ведет игру, хотя она представительница защитного ведения игры. Против нее играет Штеф. Михаэла Штеф. Остро нападающая теннисистка с великолепными вращениями. Обладает великолепным вращением справа. Но в данном случае сейчас я говорю о правом вращении, так как она все-таки играет против G-SHOP. Там используется, как правило, одно сильное вращение, это правая сторона. Мы видим, что игра сама по себе очень красивая. Штеф старается играть очень остро, но прекрасно и ШОП. Почему? Потому что серия из таких мячей розыгрыша, как правило, 6-8 ударов. В конечном итоге, при таком плотном ведении игры, при таком плотном выполнении вращений, нужна уже специальная игровая подготовка, игровая выносливость. И мы видим, когда в первых двух партиях Штеф в меньшей степени ошибалась при выполнении сильных топ-спинов, то сейчас в большей степени она, хотя старается также играть остро, но начинает уже ошибаться. 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 Вот, пожалуйста, ШОП играет слева, играет бупырышкой, прямой накладкой, справа играет гладкой. От нее мячи летят, как будто играют против Штефа два, или точнее две теннисистки. Здесь надо быть очень внимательным, причем потому что мячи обработаны очень искусно китаянкой. И, конечно, очень сложно играть против такой теннисистки. И то, что Штеф ошибается, в общем-то, в конечном итоге, вы посмотрите, как сейчас мощно провела атаку Штеф. И когда она ошибается, то эти ошибки как-то можно объяснить. Пять-четыре, сейчас уже шесть-четыре впереди еще. Все-таки при всей красоте, которая сейчас показывает очень красивую игру Михаэла, все-таки она в какой-то степени мало... Вот есть такое слово на стульном теннисе, дергает вот китаянку. Почему? Потому что здесь должны быть мячи по разной длине, по траекторе. Они должны быть и короткие, и длинные, и средние. Она играет очень прямолинейно, прямолинейно, и в какой-то степени Шоп это удобно. Удобно. Играет остро, вроде бы играет быстро, но Шоп это не представляет сложности отражения таких мячей. Вот против игроков такого плана, как Шоп, G-Шоп, конечно, на большей степени этих теннисистов надо дергать в плане изменения траектории длины полета мяча. Мячи должны быть и средние, и длинные, и короткие. Тогда вот теннисистка защитного плана, ну, в данном случае вот Шоп, уже будет в сложном положении, в сложной ситуации. Вот эти все мячи отражаются, конечно. Они ложатся совершенно точно на ракетку. 5-9. Против защитников очень важен первый мяч, когда нападающий играет остро по месту. Мы такого в игре вот сейчас Штеф против Шоп не видим. Игра приобретает такой затяжной характер, в котором, как правило, нападающий, если продолжает такую игру, его эта игра затягивает, и, как правило, нападающий такие матчи проигрывает. 10-5. Большое преимущество у Шопа в третьей партии. Да. 11-5. Шоп идет 3-0 по партии. И надо сказать, что с точки зрения тактики, сейчас Михаэла не на своем таком высоком уровне, как она может играть. Все достаточно примитивно, прямолинейно. Я еще раз хочу подчеркнуть мысль, что для джишов это не представляет никакого труда. Даже мы видим, что она очень искусно может атаковать, но сейчас такой необходимости нет. Она обыгрывает Михаэлу, обыгрывает просто в одной защите. Мы очень мало видим сейчас игры в середину стола, мы очень мало видим как фактор неожиданности, такой быстрый туп-спин после откидки, после того, как такую защитницу как Шоп надо притянуть к столу, подтянуть ее к столу, чтобы она подошла к столу, и неожиданно играть какие-то мячи более остро. Почему потому, что мячи одинаковой длины, одинакового вращения, не пускание быстрого, конечно, не составляет, я еще раз хочу сказать, никакого труда для Шоп. Ну а из тех чемпионатов, которые сейчас будут иметь место в плане Международной Федерации, надо отметить чемпионат, который будет проходить с 22 по 28 февраля. Это 16-й чемпионат Азии в Бангкоке, Таиланд, куда съедутся лучшие теннисисты Азии. Итак, четвертая партия. Еще раз хочу подчеркнуть, что внешне красиво, но неэффективно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Баба. Ну вот, конкретно, если говорить о розыгрыше этого очка, то наверняка сейчас третий мяч, можно было как-то сделать легкую скидку, подготовиться. Может быть еще одну сделать промежуточную скидку. Она уже готова к этим мячам. Мощное движение, но и она устает, я имею в виду Штеф промахнул своим мячам. Мяч задевает край. Пять-два. 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 даже не увидела и она ошибается до сейчас несколько а мяч был завышен чем очень хорошо сразу воспользовалась шокова увидели что она обладает в своем техническом арсенале ударом слева также она прекрасно имеет удары справа но этого сейчас делать и не надо почему потому что штефт и сама просто проигрывает 83 сейчас как раз оператор показывает сверху и нам было прекрасно видно полет мяча сейчас как раз михаэла штеф атаковала середину стала шоп ты хотя все это было искусно выполнено со стороны штеф но и прекрасно было в защите джи шоп ну такие мячи конечно забивает с михаэлой как говорится намертво 58 вот совершенно четкий удар в середину и как джи шоп сейчас не успела развернуться все таки вот эти мячи через середину с чередованием таких коротких мячей но не высоких коротких а мячи которые коротко падают у сетки которые не дают возможности понять защитницы в какой угол будет после этого атака вот отопил через середину да намного чаще мы сейчас видим хайло используют эти удары они приносят кончен итоге и результат 87 почти догнала и а и как и Первый раз играла в какой-то степени активно на приеме подачи. Шоп выиграли девять очков. Все травны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это вообще очень редкое явление, когда китаянка в данном случае, вот Шоп, я, честно говоря, сколько видел ее встречу, что в такой момент она не подала подачу, по-моему, первый случай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, счет 3-1. Надо сказать, концовку очень хорошо сыграла Михаэла. Не без помощи, конечно, Джишо. Вот как-то тренер тоже обескуражен такой финальной частью этой партии. Надо сказать, что Михаэла чуть-чуть изменила сейчас тактический рисунок игры. И мы это видим. Намного больше ударов она производит через середину. В какой-то степени это создает трудности для Джишо, для отражения этих мячей. Она стала в большей степени ошибаться. Знаете, как она догнала ее по счету. И даже в большей степени вышла вперед и вырвала победу в этом сете. Я так понимаю, что сейчас обе Танисийские сделают определенные выводы из игры конкретного этого сета. Матч продолжается. 3-1. Впереди Джишо. Она на подаче. Конечно, каждая Танисийская что-то сейчас будет добавлять или что-то менять. Почему? Потому что происходит привыкание в такой-то степени к манере игры друг друга. Вот видите, Шоп старается активизировать свою игру. 1-1. Как хорошо сыграла с полулета сейчас Михаила. И довольно простой мяч уже после этого. Она проиграла. Очень хорошо сейчас подняла левым вращением Михаила вот эту подачу. Которая была очень сильно зарезана. 2-4. Сирия делает, конечно, вот такие мощные вращения, конечно, очень трудно. Должна существовать какая-то скидка мяча. Хорошо сейчас повторил удар в правый угол Михаила. Выигрывает третий очко. 5-3. Вот мы сейчас увидели, как Шоп прекрасно локеет и правым завершающим ударом. Сразу неожиданный вывод вперед. Удар справа очко. Вот мы видим как раз на трибунах болельщики. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ